Это называется гусенишаг. Не отрывая от земли вообще ноги, то есть и чтобы большой палец ноги, пятый, и вот так вы продвигаете. То есть чтобы не было вообще, у вас не поднимались ноги. Таким образом вы выходите из зоны вот этого риска. Воспитанникам Всероссийского детского центра «Смена» рассказывают о том, что делать, если на земле лежат оборванные провода линии электропередач. Отходить таким образом нужно на 8-10 метров. Воздушного змея или планер лучше оставить на проводах, а маме, чтобы не ругалась, объяснить, насколько опасно его доставать. Не стоит играть возле трансформаторной будки и уж тем более заходить вовнутрь. В Кубани Нерго разработали несколько программ по возрастным категориям. Тем, кто постарше, сегодня рассказывают, что нужно быть внимательным и заряжая мобильный телефон, иначе может начаться пожар. А делать автопортреты-селфи на объектах промышленной энергетики и вовсе опасно для жизни. Помладше там больше идут, если, допустим, начальная школа, детский сад, там больше игры как раз идут. Попробовать стать, изобразить электрический ток или еще что-то. Детская аудитория, она всегда достаточно такая доброжелательная. С ними очень легко работать и интересно. Сегодня огородить детей от электричества невозможно, поэтому единственный выход – объяснять и учить. Лучший способ – интерактив. Лес рук желающих помочь Гоше. Такое имя тренажеру дали в юго-западных электросетях. Если все сделано верно, то загорится сигнал, что сердце вновь заработало. Москвич Артем Аркатов управился за считанные секунды. У него мама – медик. Сам планирует стать полицейским. Уже сейчас, в случае необходимости, готов оказать первую помощь, по его словам. Главное – движения уверенные, но при этом выверенные. Первый раз его вижу, тренажер. А хитрость в том, что там надо нажимать сильнее, чем говорят. Вот лежит человек, надо нажимать прям вот так вот, чтобы он чуть-чуть прям прогибался. Энергетики проводят занятия в школах и детских садах, пока идет учебный год. Летом – в детских лагерях. С сентября прошлого года на таких уроках побывали порядка шести с половиной тысяч юных жителей и гостей при Черноморье. Мне очень все понравилось. И самое главное, что это важно и полезно для детей. Презупрежден – значит вооружен. Мы очень часто пользуемся электричеством, мы заряжаем телефоны, наша жизнь завязана на этом. Поэтому нужно рассказать детям, важно рассказать детям, что это в первую очередь не только полезно, но и бывает опасно. Казалось бы, простая задача – вернуть флажок в подставку. Так юные отдыхающие могут представить себе, каково это – работать в большой энергетике. Возможно, кто-то из них выберет для себя именно эту профессию. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.